Синна, Вы участвовали в панельной дискуссии Ассоциации Национальное Конгресс-Бюро. Обсуждали новые инструменты для повышения инвестиционной привлекательности регионов. Какие итоги можете подвести? Я только что с большой панели, которую организовал Росконгресс, представляя новое бюро, Конгресс-бюро, которое будет заниматься выставочной деятельностью, вот это, я считаю, очень большая победа. Почему? Потому что нам, конечно, нужно начать системно заниматься информационным экспортом. Кто зачем будущее? Потому что у нас очень много интересных и практик, у нас очень много интересных проектов, у нас очень много интересных стартапов, у нас очень много компаний, у которых все прекрасно, но про это системно мир не знает. Или, условно говоря, знают партнеры этих компаний, например, промышленности традиционно. У промышленности есть свои западные партнеры и в англо-саксонском мире, и в европейском. Они друг друга прекрасно знают. Да, например, условно говоря, широкая общественность, как вы сегодня, например, говорили на панели, может быть, и не знает о том, что в Екатеринбурге проходит замечательный инопром, который наполнен не только деловым обменом, но еще и культурной повесткой. Потому что в рамках инопром проводится много культурных мероприятий, спортивных мероприятий, что дает возможность тем людям, которые приезжают, находиться в этом регионе. Мы же очень много сегодня и вообще в течение всего, собственно говоря, сочинского форума говорили о развитии страны, внутри страны, о развитии региона. Вот смотрите, проводится большое мероприятие инопрома. Приезжают люди. Дальше это уже наша задача людей поселить, людям дать возможность удобно передвигаться, заинтересовать их. Там прекрасные объекты конструктивизма. Там самые крупные, самые яркие боксерские поединки после инопрома. Там, собственно говоря, есть куда пойти, есть что увидеть, есть где жить. Это пример просто Екатеринбург. Такие же центры притяжения должны быть в разных регионах. Например, очень многие представители малых регионов сегодня говорили о том, что понятно, когда это крупные регионы, когда это Татарстан, когда это, собственно говоря, Москвы какие возможности. Понятно, условно говоря, Екатеринбург может себе позволить. А что делать, условно, маленьким городам? Что делать небогатым регионам? Я ответила, что сегодня, благодаря креативному мышлению, в каждом регионе может быть какой-то один маленький центр роста, одна маленькая идея, один небольшой стадион, я не знаю, одна небольшая школа, один небольшой музей. А дальше вопрос в этом современном информационном мире, как мы про это рассказываем? И уже тут рождаются деньги, понимаете? Потому что сегодня люди по всему миру готовы ездить ради того, чтобы увидеть нечто необычное, нечто интересно представленное. И проблем в коммуникации донести, я не знаю, до самой глубокой китайской деревеньки, о том, что, собственно говоря, нужно зачем-то приехать в Орел, сегодня, в принципе, нет. Это можно сделать и нужно делать. Поэтому мне кажется, что основное достижение сочинского форума – это понимание, во-первых, внутри страны, что нам необходимо этот драйвер роста региона внутри страны раскручивать, развивая в первую очередь внутренний туризм. Потому что он тоже не очень хорошо развит. Сочи – это противоположный пример. Благодаря Олимпиаде Сочи стал городом внутреннего притяжения, теперь все ездят на выходные из Сочи. Но так должно произойти, условно говоря, и с теми городами, где будут выстроены стадионы к чемпионату мира по футболу, согласитесь. И вот, условно, для меня это самое главное, то, что мы понимаем, первое, внутри страны должно идти постоянное движение туристическое и деловое. и также мы должны экспортировать все самое лучшее, то, что есть у нас внутри страны, в мир, не боясь быть участниками полноценного разговора о будущем построении мира. Редактор субтитров А.Семкин